У меня одна серебристая, одна. Ты видел? Есть! Перебирать, вот ухрусь. Ну что, друзья, в очередной раз мы покидаем родные пенаты, серебряночку. С Димой едем на одну. Привет, да. Едем на одну незнакомую речку для меня. Дима там уже несколько раз был весной и вот сейчас недавно. То есть, ну, щучка есть. Едем в разведку, ребят, с лодкой, с мотором, все как положено. Половим до вечера. Сегодня 32 градуса жары. Ну, это будет интересная рыбалка в пикоту, в жару. Перелом всех стереотипов. Попробуем ловить в жару. Я буду больше упираться в воблеры. Дима говорил, что больше в джиг хочу упираться. Я хочу упереться в джиг, потому что воблерами я там уже пробовал. На воблеры там щука реагирует. Это известно мне. А вот джигом я хочу проверить, потому что я реку не знаю. Мне интересно посмотреть, какое там дно, какой рельеф дна. Ну и вообще перспективность ловли на джиге на всех местах. Потому что, повторяюсь, речка нам фактически незнакома. И надо ее изучать. Никто не расскажет, в книжках не прочитаешь. Как ловить, где ловить. Только самому опытным путем. Поэтому, друзья, остывайте с нами. А мы полетели. Впереди у нас 100 километров дороги. Ничего. Постараемся что-нибудь для вас записать. Очень постараемся. Друзья, не переключайтесь. Вот, друзья, по какой дороге пробираемся. К самому воде подъехали. Ну что, друзья. Дядя Дима. Обратите внимание, друзья. Шкода Октавия. Лодка 320. Шмурдяк. Все. Мотор выняли. Все элементарно. Очень даже вошло. И столько места свободного. Тут можно, наверное, ну реально, если двоим людям. Две лодки, два мотора, я думаю, войдет легко. Ну, я не знал, какого размера пожитки у Максима. У Артема. У Артема, прошу прощения. И поэтому сложил сидушки. А в принципе, можно было бы и сидушки не складывать. Все спокойненько влезет. В общем, господа, мы приехали с Михалычем на рыбалку. Сейчас мы надуемся. Накачаем лодку. Мотор. Заправимся. И полетим. Измечатель. Давайте. Здесь новые места. Да. Сразу же, что хочу вам сказать. Очень дикая жара. Лютая жара. Просто жара. Реально такая спикота стоит, что хочется просто первым делом не лодку накачаться, а залезть и покупаться. Но мы, конечно же, будем накачивать лодку, собирать спиннинги и отправляться в бой. Ну что, господа, вот мы надулись. Скинули лодочку. Сегодня налегке. Только приманки, собойка. Вот два рюкзачка, канистра. Ну и камеры, конечно. Куда без них. Ну что, отправляемся потихоньку. Да. Так, давай удилище за меня, как я обычно всегда. Так, а что они будут мешать? Раз. Там они просто вообще никому мешать не будут. Капка у него еще такая, с красным околочком. Помнишь? Силья. Квости из будущего. Ага. Силья, значит, в леске. Капка у него еще такая, с красным околочком. Друзья, начинаю вот первые забросы с Strike Pro Montero 130 SP. В таком вот арбузном цвете. В последнее время нашумевший цвет. Очень его хвалят. Ну вот мы сегодня попробуем на него. Манка и довольно-таки толстый 20-ти лебровый шнур. Ну, шнур, конечно же, скрадывает. Но тут река. И я думаю, что это мне именно так и хотелось, чтобы она немного порусила. Порусила, да. Ну, а я вот вдоль травки попробую. Хотя тут даже и как бы и не скажешь особо, что сильно вдоль травки. Здесь везде глубина хорошая. Да. Вопрос, будет ли щука в том настроении, чтобы подняться за воблером. Потому что довольно-таки глубоко. Strike Pro Montero, она там сколько? Ну, может, метр шестьдесят, метр восемьдесят идет. Чуть-чуть поднимет. Тихонько так. Оп. Все. Есть такое дело. Вот. Сменили точку. И я сменил. Потяжелее тюбровку поставил. Четырнадцать грамм. Потому что течение. Довольно-таки приличное. И глубина. Есть. Есть. Что это? Трава. Трава. Как поклевка была. А у меня есть к настоящему. Красота. Среди бегущих первых нет и отстающих. Ну, размер такой, скажем так, зачетный. Если тебе надо рыба, возьмем на кукан. Ну, у меня кукана нету. Но, в принципе, я бы не отказался, наверное, от рыбки. Смотри, как забомбило. Вот что значит хорошие крючки. Ага. Ну, видишь. Вот что значит место хорошее, друзья. Посмотрите. Что значит хорошее место. Бахало аж в глаз. Корчики. Если чуть-чуть оказывается, сейчас мы ее снимем и посадим на кукан. Потому что сегодня у нас рыбалка в жаркую погоду. Мы сами себе хотим доказать, что в жаркую погоду можно ловить на реках. Ну, уже рыбалка состоялась все-таки. Джиг против воблеров. Пока один. Ой. Не, на самом деле, я бы, если бы первый раз ехал, я бы аж так и поступил. Я тоже брал сюда воблеры. Но мне, во-первых, интересно было бы проверить эту речку. Я уже говорил об этом в самом начале. Мне интересно ее было проверить. Джигом, да? Да, именно джигом. То, собственно говоря, я успешно... Нет, на самом деле, друзья, здесь фишка в том, в том, что если рыба активная, она будет хорошо клевать и на воблеры. Если рыба пассивная, то я думаю, что вряд ли она будет подниматься. Ну, посмотрите, вот сколько он... Вообще прозрак идеальный просто. Он идет, вот сейчас, в данном случае, сантиметров 30, наверное, от поверхности. А глубина здесь, ну, наверное, метра полтора. И, как бы, если она пассивная, она будет стоять мордой в траву. И она вряд ли за ним поднимется. То есть, тут два варианта. Либо искать места, где удобно будет ловить на воблеры, либо, как бы, просто протвичивать и ждать, надеяться за то, что она поднимется за воблером. Ну, джиг, конечно, в данном случае, вот именно в таких местах, где есть глубина, он перспективнее. Но мы не сдаемся, пока еще рано какие-то выводы делать. Правильно? Правильно. Да, да. Вот видишь, на 14 граммах сработало... Что это, Локи Джон Макора, наверное? Это Локи Джон Макора, да, пятерочка. Бля, ты видел? Есть! Ты включил камеру? Да. Ты видел ситуацию? Я кинул на траву, сдернул с травы, упал, я увидел, как она поднялась за ним, я сделал первый твич, и она клюнула. Забросил на траву, сдернул с травы, и тут же атаковала. Что за приманка? Strike Pro Bolt. Все, Адимасик, один-один. Один-один. Джик против воблера. Прошу заметить, я, правда, у меня телефон сломался, оставил в машине. Какой-то Локи Джон против Strike Pro. Ну, в какой-то степени, да, друзья, 53, наверное, дня сейчас. Жара 30 градусов. Мы ловим. Пускай Локи Джон на меня не обижается. Локи Джон ловили, классно, потому что Макора я ловил. Поэтому прикручиваю. У Локи Джон струны классные. Черненькие, вот эти, бомбезные. Слушай, ну, вот как по мне, да, вот эти, что Макора, что Пассара, сейчас на руках, Да. Что Макора, что Пассара, они классные приманки, красивые, но они, я бы сказал, для рыбака. Они не несут той функционал, который в них заложен именно как вот для рыбы. Да. Это больше для рыбака все-таки, мне кажется. Вот эта красота, она рыбе точно не нужна. Это точно. Кстати, моя вроде чуть крупнее. Крупнее, да. У нас шейкеры только в одном месте продаются. Где? просто, блядь, красота. Да. Встанем. Смотрите, какая прыгожость. Я продолжу. ой, извини, пожалуйста. Меня заподнаешь. Опоклевка, жалко, не заснял. Она выпрыгнула с водой вместе с воплером. Мне когда было включать камеру, я включу уже, наглаживаю. Ну, это уже ну, это уже кило двести, кило триста. Это уже лишний экземпляр. Видишь, здесь сидит в крае. Самое еще. Да. Включается. в самой траве сидит. Ну, и тут место такое дикое, тихое. Я попробую на вот это соблазнение. Щелкнешь меня? Конечно. О, еще в облик с водкой. есть. Вот, сорок. Хорошая рука. То есть, видишь, где они сидят? В болотистых. Давай я. О, шо. видишь, где они сидят? В болотистых местах. Ну, что, друзья, вот, выпали, уже смотали лодку, полседьмого сейчас, наверное. Ну, рыбу увидели, три словили, еще несколько выход был, вышло, тюкнуло, но ничего. Ну, и вот еще так была поклевка. Река очень сильно понравилась, классная речка. Обязательно наведуемся сюда еще. В общем, вот такой вот день. Кстати, прошу заметить, Strike Pro Inquisitor и Strike Pro Bolt сегодня сделают нашу рыбалку. Воблеры против джига. Да. Кстати, да, тематикой рыбалки сегодня был джиг против воблеры, и воблеры победили. С счетом 2.1? С счетом 2.1, да. Да. Ну, еще поклевки были. Друзья, в общем, все, собираемся, едем еще дороги 100 километров. Подписывайтесь на канал, друзья, приходите, ставьте палец вверх, делитесь этим видео, приводите друзей, гостей, подписывайтесь на канал Димы, ссылочку я добавлю. В общем, до встречи, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА